Всем привет! Как всегда, спасибо за то, что вы здесь, за то, что вы пишите комментарии, за то, что материально поддерживаете канал. Милости просим! Продолжайте в том же духе! Очень приятно, очень рад вас всех видеть и болтать с вами. Мы болтаем, потому что в комментариях вы комментируете, соответственно, то, что я говорю, и свои мысли пишете. И мне очень интересно как-то принимать участие в этих беседах. Миллион раз я уже говорил, что ненавижу определения, которые придумывают журналисты музыкальной критики про стили. Это гранж, это не гранж, это панк, это пост-панк, это рок, это пост-рок. И не надо, но тоже я продолжаю читать в комментариях, эта группа играла в этом стиле, потом добавила вот это и что. А, это просто Doom, это просто Death, это просто что-то еще, там Power Pop, там и все. И, в общем, полная хинея на самом деле. Вот я хочу показать замечательную пластинку Teeny Music, песни из сувенирного магазина Ватикана. Она называется, если целиком читать название. Son of the Vatican Gift Shop. 1996 год, Stone Temple Pilots. Принято считать, что это гранж. Ну, пусть. Пусть считают, что это гранж, перегранж, хоть какой-то там мегагранж, ради бога. Но на самом деле эта пластинка настолько интересна, здесь настолько много музыки, абсолютно разной. И назвать этот альбом гранжем у меня язык не придется никогда. Хотя я знаю одного человека, очень хорошего, очень умного актера. Мы с ним на одной волне находимся, и в плане кино, и в плане музыкальных вкусов. Он говорит, что я обожаю гранж и Stone Temple Pilots, моя любимая группа. Но так общо можно сказать, пускай, да, гранж. Ради бога. Ради бога. Хотя я с трудом понимаю, что это такое. Ну, ладно. Итак, Stone Temple Pilots. Это раз, два, третий альбом Stone Temple Pilots. 1986 год, как я уже и говорил. Записывался он довольно сложно. Сложно, то есть записывался он просто, хорошо и быстро. И невероятно качественная продюсерская работа здесь, изумительная. Такая здесь, я бы не сказал даже работа со звуком, а такая фантазия, воплощенная в звуке, как каких мало где встретишь, какой мало где встретишь. Фантазия – это главная составляющая современной музыки. Ну, современной, вот этой вот, не классическую я имею в виду. Хотя там то же самое, все то же самое. Если нет фантазии, в музыке делать нечего вообще. Это можно идти в шоу «Голос» или куда-то там на центральное телевидение и петь там песни. Там фантазия – это самое, не надо. А все, что с фантазией, это вот мы слушаем дома. Или в клубах каких-нибудь. Про сложности, которые возникли. Ну, сложности были в первую очередь со Скоттом Уэйлендом, вокалистом, который злоупотреблял различными препаратами, и ему пришлось лечь в больницу, подлечиться. А нужно было что-то записывать, нужно было играть, да. И музыканты организовали небольшой коллектив, забыл, как он называется, без Уэйленда, играли свою собственную музыку. Потом Уэйленд вышел и почему-то стал тоже писать песни, что-то такое делать параллельно с вновь образованным коллективом из музыкантов Stone Temple Pilots. А потом все-таки молния ударила в голову. Мы сказали, ну, е-мое, ну, что происходит вообще? Давайте займемся делом. Они занялись делом. В результате песен было написано огромное количество, как всегда там очень часто, очень много групп приходят в студию, имея в багаже там порядка 30-40 песен. Например, The Rolling Stones, которые как-то так в момент, на моем записи Emotion Rescue у них было, на моем записи Sun Girls даже у них была такая куча песен, что потом эти песни плавно распределились по трем следующим альбомам. И никто этого не заметил, потому что они очень органично там влились в общую палитру, как будто новые. Та же самая была история со Stone Temple Pilots, около 30 песен, и они были все вообще разные. И собрали альбом из этих песен, и получился такой Сержант Пеппер, не побоюсь этого, не побоюсь этого словосочетания. Меня там сейчас бетломаны опять начнут склонять, всякие разные. Ну, Сержант Пеппер – это такое уже условное обозначение, это когда альбом, песни в котором в разных стилях, очень широкая палитра звуковая, но при этом они объединены единым каким-то единой, не скажу, что идеей, потому что какие нафиг идеи в рок-музыке вообще? Там идей никаких вообще быть не может в принципе. Это абсолютно безидейная музыка. Ну, мне так кажется. А общей какой-то звуковой, не побоюсь этого слова, концепцией, которая получается сама по себе, заранее ее нет, а она сама по себе потом выстреливает. Это такое чудо. Если музыка талантливая, хорошая, то она производит чудо, сама по себе эта музыка. Получается концепция. Вот то же самое с этой пластинкой. Когда я ее слушаю, меня обревает зависть, страшная зависть. Думаю, как, откуда, что берется, какого уровня музыканты играют эту музыку. Stone Temple Pilot за гранж. Когда говоришь гранж, то представились волосатые парни в коротких штанах, в мятых футболках пропотевших. Это такого уровня артисты, такое исполнительское мастерство, такое мышление композиторское, что бог ты мой, такое сыграть, такое придумать, это ума можно лишиться. Как это вообще бывает? Это молодые люди в коротких штанах, да, и играют так, я не знаю, когда там начинается разговор про прогрессив рок, вот он слушает, yes, Gentle Giant, да, и в то же время Stone Temple Pilot, да, так это группа вообще одного уровня. Вообще, если говорить о музыкантах технических, это вообще одного уровня группы. Просто одним нравится одна музыка, другим другая, вот и все. А это такой кайф, здесь столько сыграно всего, что, боже мой, там начать с первой пьесы, Press Play называется она. Кстати, начинается альбом примерно так же, как пластинка Ten группа Pearl Jam. Из тишины, правда не шумы, а такое музицирование легкое, выплывает, 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 вообще рок-альбомы так не начинаются. Рок-альбомы, поп-альбомы продают первые 15 секунд звучания. То есть надо сразу джам-джам-джам-джам-джам-джам, чтобы массовый слушатель заинтересовался этой музыкой. Значит, явно не для массового слушателя, а для своего слушателя, имя которому Легион, потому что пластинки миллионными тиражами продавались. И вот выплывает, 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 и пошла инструментальная композиция около джазовая с прекрасной игрой. Кстати, о бас-гитаристе здесь это вообще отдельная история. Это Роберт Де Лео. Это все говорят «The Who», «The Who», «John and Twistle», «John and Twistle». Вот лучший бас-гитарист в роке. Нифига подобного Де Лео. По-моему, бас-гитарист ровно такого же уровня, если не интереснее, потому что современнее. Все-таки более современная манера, и технически там умалишится, что он играет. И вот эта около джазовая пьеса, очень ритмичная, очень кайфовая, с электропиано, с фальшфиналом в серединке, когда дело подходит к финалу, так раз, а потом опять она начинает звучать, и так размекаешь, думаешь, как-то сейчас что-то такое, да, хорошее, но напряжение в этой пьесе присутствует все-таки и правильно присутствует, потому что она разрешается следующим номером Pop's Love Suicide. И вот это уже фирменный звук Stone Temple Pilots, это вязкие гитары, вязкие, жужжащие, но при этом очень комфортно все звучит. Вот удивительно, звук Stone Temple Pilots, он, с одной стороны, вот можно сказать, что все инструменты, каждый инструмент в отдельности звучит отвратительно, а все вместе, в целом, когда начинаешь слушать, такая комфортная картинка, так все слышно, так все доступно для ушей, ничто не диссонирует, ничто не раздражает, хотя ты понимаешь, что гитара жужжит, вот ее вычленить, поставить отдельно, и что за какая-то грязнота какая-то, а в целом все чисто, прекрасно, здорово, жестко, и вот этот самый Pop Love Suicide со сложной мелодией, со сложными построениями вокальными, с удивительной бас-гитарой, постоянно, постоянно играющей восьмыми и шестнадцатыми бас, да, не бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, и просто прекрасно, и удивительный вокал Скотта Уэйланда, он с одной стороны какой-то мягкий, а с другой стороны вроде и кричит, а вроде и не кричит, и что-то вот такое среднемузыкальное, очень, очень хорошее, «Тамблэнда Рофф», следующий номер, это просто, вот слышно, что если по первой пьесе инструментальной понятно, что люди разбираются в джазе, люди разбираются в серьезной музыке, не побоюсь этого слова, то здесь понятно, что люди идеально знают музыку шестидесятых годов, то есть вот две песни, эти самые, «Тамблэнда Рофф» и «Биг Бэнк Бэби», особенно приятные, это вот если утяжелить, вот смешать «Кингс» и «Битлз», утяжелить их в 200 раз примерно, немножко убыстрить, а потом замедлить, переболтать, получится вот эти две песни. Местами очень похоже на «Кингс» по структуре, ничего не своровано, ничего не украдено, но просто вот люди, которые любят музыку шестидесятых, там, середина шестидесятых, просто вот это все, это для нас, но при этом это дико современно, ну, хотя 96-й год, все равно, все равно современно, жестко, агрессивно, привет, это все-таки гранж, как говорят критики, да, но очень здорово, сложно, сложно написано, сложно аранжировано, и что значит сложно аранжировано, это когда воспринимается легко, но партии такие там внутри наиграны, что, ох, боже мой, ну, как это приятно слушать, это дико приятно, дико интересно слушать, что там наиграно, ну, и главное, фича, фишка этой пластинки, конечно, «Леди Пикши Шоу», это, ну, она не была, там еще есть чудеса, это просто привет сержанту Пепперу, это такая интересная пьеса, это похоже одновременно и на Маккартни, и на Ленона, и на Перлджем, и на Stone Temple Pilots, это такая удивительно музыкальная штука, да, кстати, что касается гитары, здесь в Tumble and the Roth, гитарные обработки, безумные, гитара начинает, два братца тут играют, кстати говоря, Делео, Делео, Делео басист, Делео гитарист, гитара хрипит, трясется и дрожит, и кажется, что она вот уже в руках сейчас развалится у гитариста, но звук по нотам все сыграно, все здорово, все очень здорово, так вот, это самое «Леди Пикши Шоу», это безумное, просто какая-то, какой-то цветник музыки раскрывающийся, фух, бах, вот эти вот ребята в коротких штанах, вдруг такую красоту неземную, которая вышла прямо из 60-х, из психоделических пластинок Beach Boys, Rolling Stones, Kings, Beatles, можно дальше перечислять, вот оттуда прямо вот таким пышным цветом расцвела, вот так вот, на вторую сторону я перескочу через одну песню, «Tippington a hole in a paper hut», первая песня, я не знаю, гранж это или не гранж, но это быстрая, жесткая гитарная штука со сложной мелодией опять, но доходчивой, со сложной гармонией, с обалденным гитарным соло, почти на чистом звуке, конечно, на обработанном, чистого звука не бывает в таких записях, конечно, там и компрессия, и все дела, но никакого фуза, никакого перегруза, вот этого ничего там нет, и ни одной фразы гитарной нет из тяжелого, привычного рока, все оригинально, все так придумано, все так, так идеально, сфантазировано, что просто удивительно, как это вообще бывает, «Up School Girl», вот следующий номер, это опять рифмуется с песней «Lady Picture Show», это безумный коктейль из мелодии, из стилей в одной песне, все это логично и нелогично перетекает из одного в другое, и, я не знаю, ну, вспоминается сразу, я не знаю, там, конечно, абсолютно другой звук, абсолютно другая музыка, например, там, «Ten C.C.» по вот навороченности мелодии, по перескоку из одного стиля в другой в одной песне, это вот примерно туда, только это все-таки, это гуф, это вот так вот, и дальше просто все песни остальные не хуже тех, о которых я здесь упомянул, просто это настолько великолепная, настолько музыкальная пластинка, что остается только пить. Вот так. До новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова